Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. Коротко о главном и интересном, на самом важном. Обязательно остановимся поподробнее. Так, сегодня в выпуске. Итак, сойдет новый режим светофора на щерца. Похоже, с нами навсегда. Врачи спасли малышку, попавшую под тракторную телегу. На заводской ползает змей и поезд победы приедет в Киров на целых два дня. Новое пробочное направление. Кировчане не могут смириться с новым режимом светофора на перекрестке улиц Попова еще раз. И, видимо, ничего уже не изменить. Сегодня время ожиданий. Зеленого добавил и перекрытый за ремонт отруб перекресток Некрасова-Пугачева. В итоге пробки кировчане провели целый день. За время в заторе люди успели не только насладиться пейзажами вокруг, но и передать привет организаторам пробки. Кто там это придумал? Вы сейчас серьезно? Вы считаете, что вы наладили работу? Ну, так же нельзя. Перекрыли Пугачева-Некрасова, сделали новый светофор Попова-Щерца. Красота! Напомним, что кировчанам обещали новый режим светофора. Только эксперимент и он пока работает в тестовом режиме. Но, судя по всему, уже нет. 20-секундный зеленый для тех, кто прямо. И отдельные секции направо и налево оставят. В администрации сегодня нам сказали, что изменить режим светофора они не могут. С большим акцентом на то, что это требования к ГИБДД. Мол, к ним и все претензии. В госавтоинспекции эту тему нам по-прежнему никак не комментируют. А вот кировчане, проживающие на улице Егоровская, давно мечтают, чтобы водители немного притормозили. Не так давно там отремонтировали дорогу, как оказалось на радость водителям и на страх пешеходам. По ровному асфальту водители не упускают возможности разогнаться. При том, что эта дорога является частью жилой зоны, где ходят люди. По дороге улицы Егоровской водители объезжают пробки загруженных улиц. Поток машин, там большое, в часы пик, когда люди торопятся домой, переходить дорогу становится по-настоящему опасно. Быстро, особенно вечером, вот вроде ребятишкам гулять надо, они так пронесутся, то на мотоциклах. Ужасно быстро ездят. Тем более тут делают для детей, для маленьких этот участок. Это вообще безобразие. Очень быстро ездят, хотя висит знак «жилая зона», особенно грузовики летают с утра до вечера. На улице стоит знак «жилая зона». Это значит, что водители не должны ехать больше 20 км в час. Но при виде ровной дороги соблюдать правила водителям уже не хочется. Наши дети подвергаются большой опасности, могут попасть под машину. Мамы с колясками переходят. На улице строят новую детскую площадку. Находится она рядом с дорогой. Чтобы обезопасить своих детей, жильцы Егоровской обратились к депутату за помощью, а он обратился в администрацию. Чиновники решили, что для местных жителей нужно установить приподнятый пешеходный переход. Искусственная неровность заставит водителей сбросить скорость, а люди смогут безопасно перейти дорогу. Установят переход рядом с детской площадкой. Средства на эти цели в бюджете есть. Примерно стоимость реализации этих работ, если берем объекты аналоги, составляет порядка 200-300 тысяч. Это весь набор мероприятий, которые будут реализованы. Пешеходный переход должен появиться уже к концу августа. По срокам нужно успеть к началу учебного года. Чтобы дети могли безопасно добираться до школ, детских садов и площадок. Травматизм среди детей летом – тема действительно актуальная. Врачи Кировской детской областной больницы спасли девочку, которой переехала тракторная телега. Вызов о беде пришел 11 августа из района области. Трехлетняя малышка попала под колеса телеги. В тяжелом состоянии вертолетом санавиации девочка была доставлена в Киров. Врачи оперативно провели исследование, начали лечение. Операция ребенку не потребовалась. Врачи говорят, что девочке очень повезло. После таких происшествий шансы на положительный исход крайне малы. Сейчас ребенка перевели из реанимации в педиатрию для восстановления. Браво нашим докторам! На улице Заводской кировчане заметили настоящую змею. Жители района предположили, что это водяной уж, который, видимо, выполз погреться на солнце. Больше всего змея напугала детей. Преодолев тротуар, ужик спрятался в траве. Тут ни разу жизни не видел, честное слово. Рядом с рекой таких гостей обычно много. Кировчане часто делятся кадрами змеи, ползающих по городу. Уже и в этом году увидели на улице Стахановской, Некрасовой и в районе Солнечного берега. Осенние выборы в Кировской области пройдут без прямой видеотрансляции. В региональном избиркоме сказали, что эта услуга очень дорогое удовольствие. Камеры на участках работать будут, но посмотреть их онлайн не получится. Видеозаписи смогут смотреть сотрудники судов, прокуратуры и избирательные комиссии. Вне выборов для избирателя будет работать карта сообщений. Кировчане смогут сообщать о нарушениях на участке в ходе голосования. Выборы пройдут у нас 10 и 11 сентября. В этом году, напомню, кировчане будут выбирать губернатора области и депутатов городской думы. Киров снова в ожидании поезда Победы. Его посещение будет бесплатным. Бесплатный поезд остановится в Кирове 22 августа и простоит в городе целых 2 дня. Поезд Победы – это первая в мире инсталляция, которая находится в поезде. Трехмерные панорамы создают для посетителей эффект присутствия. В основе экспозиции – события Великой Отечественной войны. Посещение музея на колесах будет организовано группами. По 12 человек кировчан просят предварительно зарегистрироваться на сайте проекта. В последний раз поезд Победы был в нашем городе в 2021 году. Кировчане могли заметить новые рисунки на стенах жилых домов. Их украсили яркими граффити ко дню флага. Большие рисунки раскрасили цветами российского триколора. На трехцветные картины художников вдохновили советские мультики. Триколорные рисунки появились на улице Производственной, Красина и Мопра. Скоро рядом с рисунками нанесут QR-коды. Отсканировав код, можно будет поучаствовать в квесте, посвященном дню флага. Напомню, он отвечается 22 августа. Это были все новости на сегодня. Легкая вам пятница. До встречи. Увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин